В Омске судят участников ОПГ, которые производили контрафактный алкоголь в промышленных масштабах. Подсудимые продавали суррогат в бутылках с этикетками известных марок. Экспертиза показала, напитки были опасны для здоровья. Юлия Думанова продолжит тему. Это заседание судья сделал закрытым, поэтому журналистов на него не пустили. Известно, что на скамье подсудимых пятеро все иностранцы, жители Казахстана, Узбекистана и Киргизии. На русском языке они говорить отказываются, поэтому на заседание работают переводчики. Обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело возбуждено по статье. Производство избыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Задержали подсудимых в январе с поличным. Они смешивали спирт сомнительного происхождения с водой и тут же разливали по бутылкам. Вы сами не употребляете спирт? Я вообще не пью. То есть вам все равно, что там будут потом люди. Поэтому я не разбираюсь вообще. Спасибо. А как определяли пропорцию? Ну вот сколько вы в такую емкость заливали вот таких 5-литровых бутылок? Сколько там? 50 на 50 делали? Нет. А как? Меньше? Меньше. Спирта меньше, воды больше? В какой пропорции? Вот 100% например, жидкость. Сколько воды наливали, сколько спирта наливали вот такого? 40 на 60. В помещении полицейские обнаружили оборудование для разлива, поддельные акцизные марки, фурнитуру и более 10 тысяч бутылок алкоголя. Общей стоимостью 3 миллиона рублей. В ходе предварительного следствия проведено более 8 технико-криминалистических экспертиз, 4 комплексных химико-судебно-медицинских экспертизы, ряд дактилоскопических экспертиз, проведен значительный объем следственных действий поискового характера, связанных с обнаружением и изъятием алкогольной продукции, фурнитуры для изготовления алкогольной продукции. Напитки оказались опасными для здоровья. Суррогат содержал токсичное вещество, которое поражает нервную и дыхательную системы, желудочно-кишечный тракт, печень, почки. Как установило следствие, бутлегеры продавали алкоголь оптом и в розницу по цене ниже рыночной. Для производства сняли несколько складов в разных районах города. На территории города Омска это различные складские помещения, в том числе это третий разъезд, база третьего разъезда 20 литров КК-300. И другие складские помещения, которые были арендованы подсудимыми по предварительной договоренности с лицами, которые, естественно, не знали о их преступных намерениях. В отношении пятерых бутлегеров рассмотрение уголовного дела продолжится уже на следующей неделе. Грозит им до шести лет лишения свободы. Известно, что на скамье подсудимых оказались не все. Организатор ОПГ скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск. Еще один участник свою вину признал полностью. Его дело выделили в отдельное производство и уже осудили. Он получил три года колонии.